Здравствуйте! Это так начинает передача. Мы начинаем немного по-другому. Значит, сегодня Всемирный день пиратства. Вы не поверите, 19 сентября. Всемирный день пиратства. Я настолько в шоке, что нашлись какие-то, я бы сказал, затейники, которые смогли объявить этот чудовищный, чудовищный день всемирным днём. Особенно эту профессию. Но, в порядке юмора, сегодня мы встретили, я же, специально для передачи надел тельник, и мы встретили человека в таком же тельнике, немного более притемнённом, но классического пирата Десота по внешнему виду. Мы спросили, кто это? И этот человек сказал удивительную вещь. Это сербский пират с берегов Адриатики, хорватский. Значит, его зовут Лазарь. Вы правильно сказали? Да, правильно. Лазарь, скажите честно, как вы, серб из Хорватии, оказались в Нальчике? Совсем случайно. Я был на горе Обрус, там было восхождение, мы на экспедиции был 7 дней, и потом... 7 дней? 7 дней, да. Этого человека. Мы там уже интервьюировали. Это как бы продолжение второго дня. Мы просто вводим опять в курс и говорим... Для тех, кто не видел первое интервью, кто посмотрит первое и второе, и поймёт, что сегодняшнего дня это знаменитость интернета, и, можно сказать, будущий человек Каннского фестиваля и всех ковровых дорожек. Очень колоритная фигура, кстати, дьявольский умён, подготовлен, поднялся на Эльбрус без акклиматизации. Нет, ну дай мне наврать. Он поднялся на Эльбрус без акклиматизации в первый же день, причём от верки гидов и спасателей, институтторов пришёл один. Такая версия устраивает? И блестящее знание русского языка. И блестящее знание русского языка. Вот один только вопрос. Вы серб из Хорватии, а работаете где? В Англии, в Лондоне. Вы понимаете, что такое Европа? Хорватия, Сербия, работает в Лондоне, где больше всего нравится. И отдыхает в Кабаратной Балкарии, в Нальчике, на Северном Кавказе, в Российской Федерации. Но это просто гражданин мира. Прекрасно. Скажите, вот мы сейчас здесь пока сидим, это Сосрухва. Это местное, так сказать, кафе, Сосрухва, которое имеет огромное развитие, потому что человек с лёгкой рукой, он даст толчок развитию этого кафе. Один вопрос, Лазер. Вам нравится Туманный Альбюм? Туманный Альбюм. Ну ты скажи по-другому. Англия, Лондон. Он понимает, о чём ты речишь. Да, я понял вопрос. Нет, нет, я дети с отрядкой. Я люблю солнце, я люблю море, я люблю хорошее, вкусное блюдо. Там в Лондоне ничего. Вот там люди не мают ничего. Там люди мают только деньги. Только деньги? Только деньги и ничего. Да, пара, ну... Financial center of our world is London. Это в смысле центр финансового мира? Ну да, это центр, да, настоящий центр. Там всё деньги мира, всё грязные деньги. Но где вы работаете? Ну, я работаю на специфическом месте. Хорошо, мы не будем пока вдаваться подробностей. Я только хотел спросить только одну вещь. Вот там действительно туманы? Или это метафора? Там туман, да. Там солнца нет. Там каждый день туман, дождь, да. Солнце очень маленькое. Все говорят, что Лондон хоть и туманный город, но очень лёгкий город. Лёгкий. Подошла наша... Кстати, да, вот... Я в Лондоне не была. Не была в Лондоне. Я приглашаю тебя в Лондон. Спасибо. Я буду ждать. Ты лично приглашаешь по тебе, да? Ты знаешь, она не может без сопровождающих, поэтому... Ну, придётся поехать в троём. Это шутка. Я училась в Испании. И даже в Индии училась. А Лондон меня не манил. Но спасибо. А почему Индия? Там самые лучшие компьютерщики, сильные. У них там есть какая-то своя силиконовая долина, да, индийская? Ты там была? Да, не прям. Не, а в Дели была. Но это одна из лучших школ в Сибири. А по-нашему ходу с лук, что у тебя там был какой-то гуру, и ты занималась йогой, жила в каком-то штате там Милнат, в отдельном селении, готовила рис. Я не задумалась. Я не задумалась. Даже не задумалась. Ты серьёзно? Училась. Вот эти танцы какие-то индийские. Было, да, такое? Нет. А ты знаешь, такое «Ом мани падме хум»? Ну, как скажи. Если бы я знал. Ну, как-то я в одном индийском фильме услышал это просто. Какой весёлый трёп. Вот приятный, лёгкий такой интернетский трёп, когда сидит гость из Британии, сербо-хорватского происхождения, когда Кабардинка был узкий с национальным орламентом современного кроя. Значит, вся такая современная. Алимен Ауч – ультра-современный нольчанин. Дай мне кисточку закону. С ситочком. А они известны блогерам, да? Ютубам. Он известный. Амур, Амур. Ютуб и Фейсбук. Ага. The famous bloggers. Так, мы говорили за Лондон. Да, и вот мы хотели самое интересное. Фатима туда не хочет, да? Фатима. Ну, Лазар тебя туда принесло. Лазар совершил преступление, в моём плане вот какое информационное. Он меня уверяет, что пидинг – это невкусное блюдо. Это вообще невкусное блюдо. А вы купили в Кенсингтоне? Кенсингтоне? Да, я живу очень близко к Кенсингтону. О, Джошлибжа как раз. Видишь, это моя рекомендуется. Да, да, вот я рекомендуется. Джошлибжа. Пожалуйста, сходите за меня к дому Фредди Меркури и цветочки положите. Где, где, где ваш дом? Фредди Меркури. А, Фредди, а, моя подружка из Хорватии, она приехала в Лондон и она сказала, что она хотела посетить его дом. Ну, там ничего возможно. Там просто калиточка есть, да? Да, там просто как здесь, вот зиди и это всё. Да, положите там цветочек, сфоткайте, пришлите мне, мне приятно. Фредди Меркури. Фадима, ты покажешь потом, покажешь. Вот вы знаете, вот вы двое очень странные, вот вы в другое поколение, поколение Next. Я из школы программы помню только одно. Вестминистер Эбби, где был похоронен там Карл Маркс. У нас по учебникам ученики, единственное, что надо посвятить в Лондоне, посетить. Это место, где похоронен Карл Маркс в Вестмирском Аббастыке. И ничего больше. А вас тянет к Фредди Меркури. Это моя любовь, что это Фредди Меркури. Понятно. А что он, на бой хоть что он пил? Богемская рапсодия, мама, just killed the man. У меня слуха нет, так что-то. Обалдеть, слушай. Что живодеров делает, а я имею ввиду, я вообще не знакомся. Не знаешь, вы что ли? Не, ну куйня, я никогда не увлекался этой музыкой. Мне всегда нравились такие вот. Подожди, есть люди, которые новаторы. Вот он был новатор. Первые клипы, хотя говоря, типа Майкл Джексон, нифига, снял Фредди Меркури. Первую песню длиной больше, чем 200 минут, которые раньше были по радио. Делал он, это была песня, сейчас, это, Тайо Мады Диан, по-моему. Шесть с чем-то минут шла. Богемская рапсодия тоже шла. Причем они настолько, это, кстати, Богемская рапсодия, это что? Опера, это рок, он смешал стили. Фредди Меркури первый человек, который объединил рок и оперу. Он пел с Монсеррат Кабали, у него Барселона есть. И он бы мог еще до хрена, что сделать, если бы не спить. Он умер от спида? Да. Он был нетрадиционной сексуальной ориентацией, но он с этим боролся, как истинный парс, мусульманин. Он боролся с этой своей пагубной страстью, он был очень несчастен. И где-то в конце жизни он все-таки признал себе, но у него была женщина, с которой он жил с самого первого дня. И на протяжении всей его жизни она была с ним рядом, и сейчас она живет в его доме. Но мне непонятно, он похоронен вот в этом городе, а не в Весмирском области. Нет, никого не знаю, где он похоронен. Он не хотел иметь ни детей, потому что, ну, это мое мнение, чтобы не испортили это. У меня сейчас... Но есть в Монтрео его памятник, кстати. Монтрео шицеры, да? Шпицария, да. Фатим, а не хочешь к нам присоединиться, отведать? Я отправил фотографии. Отправил фотографии, не вопроса интернет. В общем, Лазарь обещает, что он возложит... Возложит этот цветок. Но не в первый год прибытия в Англию, но как только появится возможность. И отправит это фото Фатиме. И ты нам потом покажешь. Будет. Это, я думаю, это самое, как сказать, ну вот, оптимальное, что можно делать в настоящем мире. Пусть кушайте, он горит. Да, поэтому я и говорю. Возможно, по-русски. А, да, извиняюсь. Ну, конечно, все выпендриваются. Школьная программа. Приятного аппетита. Нет, это так не едят. Так, покажите гостю, как надо есть. Он не умеет. Он скажет, что здесь все варвары, а эти критики начнут орать. Бакив опять... Это кушается только руками. И вот так. Иностранцы не понимают. Иностранцы не понимают, но он все-таки Югослав. Так он Югослав, серб, хорват, уже все намешал. Кто я? Кто я? Да, это вопрос. Давайте. Вот. Я очень люблю сборную хорвати. А, футболскую? Да, он ее очень хорошо. Я вообще футболистка, но я сейчас... У меня футбол на столбе, в отличие от моего брата, твоего любимца. Лазарь, это дочь нашего знаменитого футболиста, первого чемпиона Советского Союза, единственного, который, ну, выходит из Кабардино-Балкарии. Это его дочь. Александр Абшев, чемпион СССР, составит Белийского Динамо. 64-й год, да. Они были чемпионы СССР. Это его дочка. Честь, как... Какая честь, да. Главное, что сегодня он встретил и Джошлибжа, и дочку футболиста-победителя. И Максима попробовал. И Максима. Его сердце отдано Лондону, но он будет похудеть. Ты видишь, как тут приятно-то находиться? Вот ты оставляешь впечатление у туристов. Вот самое главное. Так, его надо взять сюда, значит, ты. Самое приятное, это наше... Сейчас все мои заклятые друзья будут кричать, что он позорил Кавказ, кушал руками в присутствии иностранного бурства. Я делал Магадалскую чарняшку. А вот здесь, мы специально ка-хау-раме смеем. Они специально на чугунной сковородке подогретой приносят, чтобы он был горячий. Это был вкусно, они даже сыр вот, пусти сыр добавили. Нет, я ничего против не имею, кроме одного. Я хочу кушать в удовольствие, а он горячий. Ну, горячий, горячий. Да, горячий чуть-чуть. Нет, сейчас, горячий. Это настоящий вегетарианский объект. А там же много индусов, да? Да, 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 очень много. Очень много людей из... Со всего мира. Так, вот мы до этой съемки, Лазаря нам сказал, что ему не нравится Лондон. Амур спросил, тебе нравится в Лондоне? Он сказал, что не нравится, потому что туманый. Говорит, что он меня убил тем, что он признал пудинг невкусной пищей. А я сказал, что пудинг – это вершина кулинарного мастерства Европы. Только погода не нравится, да, Лазаря? Все, и люди, и... И люди, и звери, и грана, и блюда. А почему вы туда под переезд? Ну, как, я не поверю с тобой. Ну, потому что я не могу найти работу в Хорватии, потому что я серб. Моя имя типично сербское. А в Лондоне вы нашли до себя? В Лондоне, да, да, да. А чем вы занимаетесь, Лазарь, интересно? Ну, я юрист, но я в Лондоне работаю в тюрьме. В тюрьме? Для женщины, да. Для женщины, да. Но ведь не мог прийти в иностранный легион. Погоди, он работает у меня для женщин, это прикольно. Причем женщины хотят его отпускать, конечно. А, поэтому он оттуда не хочет? Правильно. Он какой-то таки в Лазарь. Там все время скандируют. Лазарь! Он поэтому даже покорил Эльбрус, чтобы вернуться к женщинам. Набраться сил, да. Просто одна из красоток сказала, если ты покоришь Эльбрус, я обещаю, больше никогда не совершать преступления. И этот человек, он пишет диссертацию на эту тему сейчас. Так, пока не ешьте на меня, посмотрите. Это для чего? У меня тоже есть страничка, хоть и не такая популярная. Я, кстати, не занимаюсь вообще видеоконтентом. Вот отдай мне этот. Кого? Приходите ко мне. У меня страдает видеоконтент, потому что я обычно студистами отрабатываю. Там, где Амур, там успех. Это всегда. По гороскопу я везунчик. Ему сегодня повезло. У него дальше карьера пойдет себе в мильный мешок. Вот сегодня он будет министром внутренних дел Британии. И все будут писать в биографии. Все изменилось тогда, когда он встретил Алима Пшипиева с его кинокамерой в Нальчике. Тогда он покорил Эльбрус. Так, все-таки заканчивай. Или начинай. Ты хоть раз пробовал пудинг? Ну да, конечно. Они там в Англии, англичане только. Пудинг, пудинг, фишн-шипс. И когда я попробовал, я подумал, что это? Какое-то блюдо. Непонятно, непонятно. Юркширский пудинг. Там есть шотландский пудинг, уэрский пудинг, такой пудинг. Ну да, это самый известный там юркширский пудинг. А что он? Что вот из чего там состоит? Ничего, там ничего. Это я не ум... Ну как мясо там, допустим. Они, да, ставят мясо, овощи. Ну это вкус... Непонятный вкус. Непонятно, да? Не в разуме, не в разуме. Не сербский вкус. Не сербский вкус. Не человеческий вкус. Не человеческий вкус. Ну ты понимаешь, что британский флот моря занял только потому, что матросы ели пудинги. Ты должен понять, что пудинг это все. Это Британия. Блин, ты так пиаришь пудинг, да? Давай продержишь, Лебжа, расскажи, что ты пудинг. Да, кстати, можно поинтересоваться, понравилось гостю или нет. Он пока еще не раскусил. Он его скребет вилкой, он не понимает вкус. Как надо его есть по-настоящему. Нет, нет, очень вкусно. Нет, ты же можешь попробовать, как я. Тебе понравилось, да? Я очень люблю мясо и только мясо-мясо-мясо еду. Ну это настоящий фасоль. Ты можешь попробовать, да, вот так. Я не руку не умею. Ну ладно, я буду с вилкой. Ну окей, да. Это фасоль, у вас в Сербии готовят блюда из фасоли? Да, да, конечно. Там называется пасуль. Пасуль? Пасуль, да. Это как суп и чуть-чуть мясо и только вот это фасоль. Лазар, скажи честно, хоть одно сербское блюдо есть, которое едят руками? Едят руками? Да, хоть одно. Ну да. Не считай яблок. Бурек примерно, это как осетинский пирог. Так. А, ты продавал уже осетинские пироги, да? Понравились? Осетинский пирог. Да, да, очень. А ты слышишь? Я был в Северной Осетии 4-5 года назад. Так это завсегда на Кавказе? Это мой второй раз на Кавказе сейчас. Слушай. Все, выключи, кушай. Подожди, заканчивая разговор, я хочу сказать все-таки, мы живем в те сферы, где можно не затрогать, но я говорю, зарплата работника призана в Англии, достаточно позволяет человеку путешествовать по миру, по Северной Осетии, по Кавказу. Ну да, конечно. При том, что ты жестко экономишь в самой Британии, например, да? Нет, у меня там зарплата из-под лондонского минимума, потому что в Лондоне там живут банки, миллиардеры из России, из Амиратов, китайцы. И я очень экономически, я не тратить деньги, да, там в ресторане, в Лондоне. Я приготовлю блюда дому и чуть-чуть каждый месяц маленький, да, откладываю. Вот, in your woman prison, я спрашиваю, ты имеешь право на понюхке путаться там? Нет, я тоже не умею. Нет, нет. Работников. Нет, обрати внимание, да, персонал должен покупать за свои деньги. Да, это капитализм, это западная Европа. Там все должны платить, там пауза, если ты хочешь на паузу идти, полчаса это не заплачено. Я тебя сейчас поймаю, знаешь в чем? Ты хоть раз ездил на амнибусе, двухэтажный автобус, там цена от остановки до остановки разная или одна в один конец, как у нас? Там цена 1.50 фунт, и ты, возможно, 1 час ездить, где хочешь. А по времени? А по времени, а раньше была по остановкам. Не знаю, как было раньше, но сейчас, да. Слушай, 1 фунт 5 шиллингов или 1 фунт? 1 фунт 50 пенс, да. 50 пенс? Да, да, да. Ну там никого автобус не возит. Не, 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 не возит. Там только туристов. А, двухэтажный автобус, а амнибусы? Да, потому что там очень много машин, и ты ездишь быстрее на метро. А, вот, сабвэй. Сабвэй, да, да, да. Возвращаясь к тому... У тебя сейчас остынет. Да, с чего мы начали. Ты потом продолжишь, ну что? Сегодня Всемирный день пиратов. Вот вас троих, если бы вас пираты взяли в плен, ну давайте пофантазируем. Такое возможно, дальше я вам уже даю слово. Если бы меня пираты взяли в плен. У вас троих вот, вы попадаете в плен к пиратам. Продолжайте. Ну, я думаю, на второй день, выступив с речью, я бы стал капитаном корабля. Того капитана бы повесили на рею. А эти пираты, честно, бы занялись нормальной трудовой жизнью после моих двух лекций. Я так думаю. Вот вы согласны, что можно перебудить пирата, начать честную жизнь? Новую жизнь, да. Ну, я согласен. Можно честно английского банкира убедить раздать деньги из банка и начать честную трудовую жизнь? Да, конечно. Она красивая девушка из России. Из тюрьмы, из тюрьмы. Из тюрьмы, да. А там нет красивых. Слушай, какой сюжет? Красивая девушка из тюрьмы, английский банкир, полное изменение мировоззрения, раздача банка. У тебя есть над чем работать? Может, и сценарист там станешь? А вот теперь вы ответите. Да, да, Фатима. Мне кажется, вот вы бы остались пиратами. А мы же вместе, да? Да, мы втроем. Ну, Амур будет читать лекцию, значит, Лазарь будет слушать. Нет, Лазарь же будет готовить там, ты сказать. Готовит переворот, да. Переворот, да. Я наконец-то буду просто сидеть и ничего не делать. Наконец-то, да? Да, наконец-то есть кому чем заняться. Знаешь, мне кажется, одну вещь, честно. Максима обязательно попала, вернее, она попала бы на корабль с бутылкой Максима. И там сразу вопрос о власти был бы решен. Это как будто ассоциироваться с Максимом. И с яблочным пудингом. Как называется там пирог? А скажи, были у вас случаи, как в фильмах? Побег, побег. А, побег, нет, нет. Там тюрьма открывается, на воскресенье могут выходить. Я, насколько знаю, да? Нет, серьезно. Нет, нет, нет. Это в Норвегии я слышал такие. Нолчь или в Швеции? В Норвегии, наверное. От срока зависит, от тяжести, от степени тяжести. Да, правда, правда. Ну, там в Англии они могут работать чуть-чуть каждый век. Потом они их вставят. Они должны возвращаться. А в тюрьме работают? В тюрьме, да, да, да. Там кухня и там они работают. Там тоже есть, как называется, call center. Как по-русски. Call center. Я думал, они там тапки шьют или халаты. Нет, нет, нет. Нет такого нет. Сами себя содержат. Нет, нет. Там Россия и Россия. Лазарь, помимо... Слушай, сегодня шикарный разговор. В каких странах ты побывал? Вот помимо России, Англии? Ты, наверное, много где побывал, попутешествовал. Да, да, я очень много путешествовал раньше, когда я студент был. Сенегау или что-то? Нет, нет, нет. Я не люблю Африку. Ну, я люблю экзотику. Ну, для меня Азия это... Азия. Предел экзотики. Да, да. Я был там в Японии, в Индонезии, в Вьетнаме, в Малайзии. Чем Россия отличается от тех стран? От Индонезии и Японии. Я не имею в виду кухню... Люди, люди здесь, да. Мне очень интересно, потому что, по-моему, люди, они... Как сказать по-русски? Они чеют место. Все, природа, это красиво. Ну, люди, они сами, которые душат место. Открытые, да? Да, да. Здесь, в России? Здесь, в России, да, да, да. И там, на Западу, очень много людей думают, что русские люди, они... Злые? Да, злые. Медведи ходят, балалайка. Только водку пьют и все. Ну, это, конечно, нет, правда. И когда я моим друзьям скажу, что я в Россию путешествую буду, они, что ты с ума сошел, что там в России... Даже славяне все это говорят. Ну, меня это очень интересно. Все, люди, история... А когда, извиня, тебя переговорили, когда ты сказал, что ездишь на Кавказ, тебе сказали, там зарежут? Да. Да, они не знаю, где... Они не различают, не различают. Вот этим мы и занимаемся. Нет, за Чечню слышали, да, в Чеченце, а вот... Нет, 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 что Кавказ, ну, что там, что там... Поэтому, кстати, можете писать, да. Наша компания туристическая визит Кавказ. Мы сейчас заключили договора с европейским туроператором. С европейским? Туи, который будет... Туи? Да. Вот они знают, она известная. Да, да, да. Они будут... У них Кавказа нет вообще. И вот сейчас с нашими маленькими усилиями мы будем, значит, сюда людей... Паскать, скажем. Хорошего... Привлекать? Да, привлекать. Завлекать. Это первое. Второе. И у нас есть национальный оператор, оператор Алиан. Мы сейчас тоже с ними подписываем договор. И мы будем продвигать по двум направлениям. Одно направление Кабардино-Балкария. Откроет для себя страну Солиан, называется. Регион. А второе, да, тоже наши туры будем продвигать. Потому что, к сожалению, Кабардино-Балкария очень плохо представлена. Слушайте, я сейчас подумал, а вот такое направление, как тюремный туризм. У нас уже есть провайдер. У нас уже есть. Провайдер. Так, у нас остается мало, к сожалению, заканчивается. Я предлагаю закончить тем, чем ты обычно заканчиваешь. То есть тогда, пожалуйста, Фатима, стань между ними. И Амурша-9 сейчас скажет свои заключительные... Когда ты сказал закончить тем, чем обычно, он так насторожился, усмехнулся, подумал, чем же они обычно заканчивают. Значит, мы всегда делаем так. Я говорю, будем жить. Я. Все трое говорим счастливо и держим вот так большой палец на камеру, пока не отключат камеру. Значит, вы двое и я говорим счастливо вместе. Но будем жить, говорю я. Ну, перед этим несколько слов заключения. Недолго. Заключения. Заключения, помнишь старый анекдот? Старый анекдот был, значит, один парень с Сибири ходит по Москве с лозунгом «Свободу товарища Черненко». А Черненко генеральный секретарь на своем посту работал. Ну, как Тита, как Тита раньше. И он говорит, его поймали милиционеры, вели участники и говорят, это что за лозунг, какое заключение? Он говорит, почему, говорит, свободы? Ну, он говорит, я вчера ли слышал по радио, в заключении товарищ Черненко сказал, и в конце беседы, заключение это конец. Понятно? Игра слов. Это игра слов? В заключении он сказал. Ну, такой сложный анекдот для гостей с Сербией он не понял. Ну, и главное, что гостей с Сербией не понял, а остальные слушали и думали, как же он гостей с Сербией объяснял заключение, конец и игра слов на тавтологии. В заключении Бакиев сказал этого интервью сегодняшнего. Во-первых, шикарный интервью, я хочу сказать, респондент интервью просто шикарнейший. Великолепная дама, которая настолько горячо любит свое дело, ради своего успеха она способна рекламировать идти в народ, в массы, в Европу. В Азии, в Тюрму. Даже в Тюрму. Сегодня просто удивительные люди. Удивительные люди удивительной красоты. Я хочу пожелать этому юному сербу, ну, всего, не просто самого хорошего, а всего самого наилучшего, всего самого наилучшего, что есть в жизни. И, наконец, я еще раз говорю, и ему, и ей, этой милой, прекрасной даме сегодня повезло. Они встретили Алима Пшебиева, Алима Пахиева. Тебя, да. Два счастливчика и везунчика. Я сегодня без шапки, может, я в морской форме. Это подкова счастья. Она приносит успех и удачу. Это символ нальчика, кстати. Нет. Да. Это символ счастья и успеха. А да, а потом символ нальчика. Значит, я заканчиваю так, Алима Павлович. Я говорю, будем жить, все трое счастливы, и туда держим руку. Договорились? Вот так. Будем жить счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...